здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта кухта капитал сегодня у нас будет обзор рынка а также разбор сделок своих учеников а также моих сделок которые мы скажем обсуждали прошлый раз те прогнозы которые я говорил по некоторым прогнозам я и мои ученики делали сделки сегодня мы их разберем скажем этот формат будем пробовать под разным соусом я буду параллельно обсуждать инструмент и то что я говорил в прошлый раз точнее прошлую пятницу буду параллельно искать ту сделку которую которую мы обсуждали той прогноза чтобы мы смогли параллельно все это связать потом посмотрим возможно будем в другом формате вначале там разбор сделок потом на прогнозы и так далее скажем будем пробовать пишите в комментариях как лучше вам видится я буду делать возможно как неудобно как возможно буду учитывать ваши пожелания и так далее итак давайте начнем с разбора рынка и параллельно будем делать разбор сделок также довольно интересная сегодня момент будет по золоту я хотел скажем подметить его главное не забыть первое иена прошлый раз пятницу прошлую точнее напомню я выхожу по пятнице мои обзоры выходят мы находились по доллар иене в этом скажем в этом диапазоне я говорил что с данной зоны возможен шорт и скажем альтернатива гаврил оланга что здесь было сразу перейду к сделкам с данного момента что торговали мои ученики скажем и как менялся мой прогноз в течение прошлой и текущей недели и так начнем с сделки по доллар иене прогнозе который я говорил о шортах скажем еще до моих прогнозов мои ученики также шортили доллар иену вот точка входа в шорт скажем я эти скрины скажем вырезала с своего закрытого клуба с фейсбука если будет качество не очень скажем это все фейсбук сжимает будем как-то улучшать качество этих картинок под каким-то другим соусом и так вот была точка входа в шорт у доллар иене моего ученика алексея он скажем закрыл первую часть в небольшом плюсе скажем вот скажем такой первый профит чтобы захеджировать свой риск логичный логичное закрытие скажем доллар иена в данном диапазоне было не сильно на волатильное в районе поддержки было зафиксировано и второй скажем профит вторая часть сделки была закрыта скажем тоже на данном уровне поддержки в принципе логически почему потому что слишком долго проторговались возле данного уровня и скажем была возможность что цена уйдет вниз скажем я своим ученикам скажем рекомендую всегда закрывать сделку частями почему потому что мы торгуем в большинстве случаев свинг трейдинг средний срок да и когда допустим условно мы купили инструмент точки а да и рассчитываем что инструмент придет точку б условно сюда 300 пунктов условно инструмент может как может когда и данную точку так может и скажем уйти там 50 пунктов 100 там 150 и потом развернуться и уйти в сторону без убытки или в сторону стопа в зависимости что трейдер выстроил в таком случае мы всегда стараемся закрыть часть сделки при каком-то небольшом движении чтобы в случае если сделка уйдет не в нашу сторону мы на этой сделке что-то заработать до чтобы это время было не потрачено пустую на анализ рынка на сделку условно трейдер на данный инструмент потратил где-то неделю для анализа условно подошло какой-то точки входа неделю потом просидел сделки несколько дней до чтобы не было что две недели пустого произошли чтобы какой-то небольшой плюс на этой сделки заработать то есть данном данном случае трейдер принципе логически закрывал 1 1 профит и 2 скажем на портополки возле сильного уровня поддержки он был у нас здесь заметен первое это было все скажем сделка была публикация 18 февраля текущая неделя дальше что было у нас по данной иене мы рассуждали с ребятами в клубе я также сразу после того как алексей скинул в клуб сделку я чуть позже через несколько часов скажем предположил что возможен принципе это не исключал и прошлый раз что у нас возможно сильное движение наверх почему потому что у нас в начале текущего месяца был сильный заходной импульс и в сторону данного импульса то есть не сработали вот эти локальные моменты и я говорил также я скажем все скрины не делал я также был шар так по доллар-иене я переносил сделку без убыток свой шор да в текущем моменте когда рынок по иене торговался сделка была переведена в без убыток и в принципе вот на этот момент который я предположил лонг скажем мой ученик михаил скажем воспользовался вот этим моментом скажем и купил иену скажем вот с небольшим стопом в данном диапазоне здесь чуть-чуть плохо видно вот получается точка входа в лонг в принципе на той же публикации что я и делал вот описано твх в лонг на этом моменте да здесь описано все я зарисовал те моменты которые не публичного формата и выход был где-то в диапазоне плюс восемьдесят пунктов точно здесь не могу прочитать приблизительно плюс восемьдесят пунктов зафиксирован по данному моменту да то есть нужно быть гибким на рынке смотреть я уже сказал если ситуация в каком-то моменте показывает шор да условно и нужно следить за реакцией на данную сделку если рынок не уходит вниз а начинается какие-то моменты проторговки какие-то локальные форматы рисоваться нужно перевернуться возможно перенести без убыток как я сделал был шарфов да и скажем в таком формате потому что я говорил что и альтернатива также существует сильным ломбом трейдинге у нас скажем мы должны вовремя перевернуться на рынке конечно не всегда это помогает потому что иногда сделки нужно подышать плюс вот полностью зафиксированная сделка который я скажем хеджировал по данному рынку с небольшим стопом скажем и рынок прошел 250 пунктов риск прибыль 16 к 1 и в принципе фикс был логичным на уровне недельным это недельный уровень из олд тренда скажем вот в таком формате да в принципе было понятно что рынок даст какую-то реакцию на данный уровень и в принципе если вернуться к доллар и иене то у нас в принципе возможно какая-то коррекция от данного уровня на часа веках идет какая-то борьба за данным уровнем здесь нету сильных каких-то формаций для шарта есть локальный поэтому скажем не исключаясь текущую коррекцию по доллар иене чему она проведет нужно следить сильной коррекции или скажем к пробитию данного уровня это в районе 112 там плюс-минус пару пунктов если мы закрепимся выше данного уровня то в принципе у нас полет по доллар иене открывается в диапазон там 114-115 скажем вот скажем вот это такие долгосрочные цели вот в данный диапазон да в принципе то что вижу на сейчас поеде то есть вот такой у нас формат будет обсудили то что мы скажем в прошлый раз говорили шорт то что поменялось в моменте разобрали сделки будем аналогично пробовать скажем каждую пятницу возможно чуть формат будет меняться дальше что было также интересного канадский доллар по канадскому доллару прошлую пятницу я говорил что рассматриваю шорт канадский доллар конечно мы находились в пятницу уже где-то в этом формате вот эта точечка это прошлая пятница я говорил что я вижу инструмент на снижение вниз на текущий момент мой формат шорта он сохраняется но скажем с меньше меньше вероятности нежели в прошлый раз я говорил почему потому что вчера как-то странно выкупили но есть шанс что мы сегодня и скажем в ближайшее время по канадскому доллару будем уходить вниз скажем возможно где-то в этот диапазон который отметил и не исключаю ниже потому что здесь рисуется скажем неплохой формат на более среднесрочное снижение по данному активу скажем вот в принципе все что я думаю по канадскому доллару конечно не исключаю возможно какой-то ложный пробой данного уровня но сегодня уже возможно его не вижу и если мы закрепимся выше 1.3270 то не исключаю похода наверх но на текущий момент вижу шорты сейчас обсудим сделки по канадскому доллару в принципе некоторые успешные некоторые скажем сделки по безубытку вышли вот сейчас мы их найдем так вот канадский доллар сделка Алексея которого мы сегодня уже обсуждали ученикам вот он чуть-чуть немного раньше заширкил это прошлая пятница вот здесь в этом формате да он ночью Алексей у нас скажем с Дальнего Востока у него ночное время это как сейчас у нас скажем разница там около десяти часов не помню точно и имею ввиду Дальний Восток это Россия скажем самый-самый Восток вот у нас точка входа вот отмечу чтобы было лучше видно и аналогично как по доллар-иене Алексей скажем взял немного вот первый первый профит скажем на уровне поддержки локальной и второй выход уже по худшей цене плюсе потому что ну как ни крути рисовалась вот Алексей отметил в принципе рисовался какой-то лом он в принципе отработался локально мы достаточно неплохо подросли в принципе с этой сделки Алексей заработал скажем на своем профите в принципе вот эта сделка совпала с моим прогнозом который я ждал прошлую пятницу и напомню я говорил о доллар-иене более конкретно по канадскому доллару по другим инструментам у нас мы так пробежались а вот также сделка которая была скажем безуспешная но не в минусе это сделка также моего ученика он тоже шортил был канадский доллар в принципе на том же уровне так сейчас отметим в принципе практически там же шорт вот вот точка входа сделка была переведена без убыток мы как раз вчера переписывались потому что я вчера в клубе писал о возможных вечерах в шортах скажем не исключал возможности ученик писал что также шортил и вышел по безбытку хотя в данном формате у него была скажем сделка тоже неплохом плюсе около 50 пунктов и скажем я его спрашивал почему он там не закрыл часть сказал там был на работе большинство трейдеров с которыми скажем я работаю учениками у них есть скажем какой-то бизнес с кого-то у кого-то какая-то основная работа и трейдинг у них дополнительная возможность заработка на сегодня и скажем в таком формате не всегда есть возможность возле компьютера он говорил и надеялся что сделка уйдет пониже в принципе я в прошлый раз сделал его обзор кстати этот трейдер скажем с центральной Европы скажем вот Алексеевна да восток европы европы самый-самый скажем точнее континент континента евразии да здранут у нас центральной Европы как вы помнили по имени дальше в принципе сделка была неплохая посмотрим скажем куда уйдет дальше и скажем такой момент по статистике те трейдеры которые переносят сделки без убыток их может часто выносить и дальше рынок уходит в их сторону да потому что рынку иногда нужно донабрать какую-то позицию он может все время вверх-низ вверх-низ набирать позицию вы условно где-то зашертили перенесли без убыток вас вынесло и через там день-два ушел вашу сторону конечно это иногда спасает нужно уже следить за рынком дальше перейдем к таким инструментом как нефть в принципе что я говорил в прошлых обзорах еще две недели назад обсуждал что у нас возможен хороший движение на век среднесрочное по нефти в прошлую пятницу аналогично говорил что если мы закрепимся выше на 52 у нас также есть шанс уйти наверх пытались его там на этой неделе немного скинуть откупили и в принципе такое неплохое движение нефть у нас волатильная мы сходили наверх на текущий момент видимо нефть подошла к достаточно хорошем уровне 54 с копейками да и вчера так ее сильно скинули поэтому не исключаю сегодня какое-то движение вниз но скажем буду дальше наблюдать у меня есть сделки часть я уже покрыл покрыл профитов по нефти и часть у меня сидит без убытки поэтому не исключаю что возможно какая-то коррекция будет и дальше мы уйдем наверх то есть это тот основной сценарий который я жду так как я писал что жду хорошего движения по нефти наверх но у меня сделки перенесены без убыток возможно скажем сегодня будет какое-то хорошее движение вниз сильное и я уже буду пересматривать свое мнение по рынку поэтому на текущий момент возможно какая-то коррекция вниз к чему она приведет к сильному движению если очень сильному то буду пересматривать возможно в дальнейшем на шорт по ударам инструментов пока на текущий момент ничего дальше по фунту скажем вкратце хотел обсудить не исключаю сегодня вариант ланга он достаточно низкий почему потому что хоть у нас есть уровень это минимум позапрошлой недели вчера мы его ложно протестировали его в принципе сегодня там ночью или вчера вечером точнее рисовалась точка входа в лонг она была и возможно с данной точки будет какая-то коррекция или скажем не исключаю так как у нас тренд логовый возможно сильные движения наверх очень сильные да здесь конечно нету сильного подтверждения данного уровня только ложный пробой если бы мы здесь проторговались подтвердили уровень в принципе я бы больше склонялся к лангам это то что у нас есть на текущий момент на сегодня если мы скажем сегодня скажем чуть-чуть подрастем с понедельника там будем удерживать данный уровень то нужно будет по форме говорить что здесь рисуется и более уверенно будет ли здесь лог дальше если мы все-таки сегодня сможем пробить минимумы вот эти скажем в районе 28.80 закрепиться то в принципе я думаю что фунт у нас может улететь как я говорил в район 1.27.70 и пониже 25.80 если мы пронесем сегодня 28.80 скажем если дневка закроется ниже то в принципе я ожидаю падение скажем это такая буферная буферная зона за которую нужно следить дальше франк по франку на текущий момент на текущий момент у нас по франку существует возможность шорта но она очень низкая как и по евро сейчас мы вернемся к евро перейдем сначала по франку в принципе у нас есть такой восходящий треугольничек да в принципе мы пытались вчера с него вывалиться и сегодня пытаемся и в принципе можно рассматривать шорт стоп за максимум вчерашний да и надеяться что ну это очень рисковая сделка напомню с небольшим риском там процент меньше процента даже пол процента возможно рискнуть скажем с вероятностью того что у нас сегодня дневка закроется такой красный большой что и после этого возможно будет развиваться какая-то коррекция это на текущий момент скажем это все что могу сказать по франку дальше приду к скажем евро доллару сразу потому что франк не так интересен для всех трейдеров как евро доллар общая скажем европейская такая валюта прошлый раз говорил что если все таки давайте так если евро доллар сможет закрепиться больше 1.0880 то у нас будут возможности варианта ланга то есть вот у нас вот этот уровень с прошлой недели говорил если мы так закрепимся то пойдем на вид этого не произошло и какие позапрошлые разы да рынок пока смотрится ну смотрелся прошлую пятницу вниз и на текущий момент аналогично как и по франку есть вероятность но она очень низкая в скажем развороте по евро потому что я смотрел скажем аналитики трейдеры сейчас там уже покупают евро еще с прошлой недели сидят в просадках все без подтверждения просто ловля дна в принципе такое иногда прокатывает скажем такие моменты что это плохо но без подтверждения очень рискованно выходить поэтому на текущий момент если мы сегодня по франку держим франк максимум вчерашний евро минимум возможно с какими-то ложными пробоями еще не исключаю но с текущих в принципе существует но очень малая вероятность сейчас если перейти на часовик по евро доллару в принципе евро доллар пытался вчера пробить вот этот нисходящий тренд который у нас уже достаточно долго но не смог и в принципе сегодня что-то что-то мы пытаемся если мы скажем сейчас не сможем пробить вчерашний минимум это вроде там 0.770 в принципе существует вариант это очень низкий потому что это для тех скажем этот обзор что делается для тех кто уже очень сильно хочет любить евро есть такая категория существует ли варианты да потому что в общем здесь достаточно вчера была шартовая ситуация по текущему моменту так это что касается евро австрийский доллар падение пропасть ничего нельзя сказать в принципе с прошлого обзора говорил если у нас австрийский доллар сможет закрепиться пробить тренд наверх то будет смена тренда этого не произошло мы ушли вниз там есть ученики у меня шартили данную сделку я тоже скажем шартил еще скажем сегодня не взял в обзор сделку ученика почему потому что он еще сидит в сделке не оформил данную сделку как вы говорите есть трейдер который не удерживает позиции несколько дней скажем свинг трейдер не путаться с вингерами да и так далее новозеландский доллар аналогично смотрится пропасть дальше что хотел сказать по золоту оставил его на скажем на конец достаточно интересный момент может быть по золоту в ближайшее время скажем в ближайшее время такое растяжение это может быть как неделю так и несколько недель так и несколько месяцев но я рассуждаю в долгосрочной перспективе почему и что я хочу сказать сейчас донесу к вам на данный момент золото находится за последний там год за последний год в сильном тренде да то есть вот с прошлого лета здесь кстати писал о покупках долгосрочных у нас пошел долгосрочный тренд наверх уже более скажем практически год у нас более года точнее идет рост но на текущий момент скажем когда золото торгуется в районе там 1600 долларов сейчас многие начали рассуждать что золото пойдет на 2000 долларов уже начали там по телевизору то есть в таком формате РБК Россия да я думаю что в данном формате загоняет толпу и скажем возможно еще какой-то будет рост золота там равен 1700 1750 я этого не исключаю но помнится вариант 2015 года аналогично вот смотрите золото сильно падает очень долго там несколько лет с 2011 мы падаем вниз к 2015 году у нас была очень хорошая дивергенция в данном формате вот и это недельный график и у нас на текущий момент аналогично рисуется дивергенция да плюс в прошлую пятницу кстати мы по пятницам с ребятами ходим в сауну да и скажем там есть и трейдеры наши тусовки есть и скажем не трейдеры другого другого направления скажем знакомые и скажем в чем фишка в том что на скажем знакомые начал говорить о золоте да о перспективах золота там росте что он слышал то есть к чему я веду это мне напоминает 2017 год биткоин когда скажем уже все в этом пузыре говорили и я помню вот этот момент когда даже мой папа начал меня спрашивать о биткоинах да в таком формате который далек вот вот этого направления поэтому к чему я веду к тому что по золоту как я уже сказал в ближайшее время это неделя несколько недель там возможно месяц два я ожидаю что вот эту всю толпу которая сейчас окупает вот на этих максимумах золото ее протащат очень очень сильно вниз в район скажем тысячу долларов да скажем это все не будет конечно там очень быстро но это будет такой досрочный перспектив это тот основной момент который я вижу по золоту по золоту да то что толпу последнюю загоняют в этот момент конечно еще нету такой большой эйфории но заметьте все аналитики там большинство скажем там пророчат на 2000 и возможно лучше и так далее это сильно не вникал но мелькает что большинство видит очень сильный рост поэтому это сильно настораживает это для тех скажем доносится трейдеров инвесторов которые там скажем купили сидят золото скажем это конечно не является скажем гарантии что оно упадет но есть такие моменты я буду в ближайшее время рассматривать золото в срочном формате на снижение как в как летом 2018 года здесь были моменты достаточно сильные на разворот по золоту и так в принципе с основными инструментами закончим ну могу затронуть еще биткоин да почему потому что есть интересный момент думаю что по биткоину у нас возможно снижение в каком оно формате будет сегодня или там уже на выходных скажем в таком формате да вот так вижу пока биткоин на шорт в район там 9000 с копейками далее 8000 с копейками и не исключаю похода скажем в область 6500 я уже напомню что давно наследил на текущий момент о возможных шортах по биткоину и на текущий момент что-то более-менее нарисовалась в шорт сломили локальный тренд скажем локально пока мы чуть-чуть отпадали я думаю что в ближайшее время шорт позиции возобновляться по данному всем спасибо с вами был скажем обзор Виталий Кухта будут вопросы пишите в комментариях по поводу обзора по поводу того нужно ли включать такие сделки не все сделки я просмотрел так как у нас уже скажем обзор затянулся на полчаса также хотел там были выдачная сделка по фунту вот ребята покупали но я их предупреждал что здесь нету дальше были интересные идеи учеников клуба по еврофунту у контртренд рисковый момент был достаточно сильный в принципе отработался еврофунт позавчера был прогноз ученика евро ауди была сделка ну давайте в следующем в следующем формате чуть по другому чтобы это все втистнуть в обзор хотя бы 15 минут потому что затянулось все на полчаса это достаточно много всем спасибо с вами был Виталий Кухта всем профитный профитного текущего дня и профитного на следующей неделе спасибо до свидания